Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Похищение тела святого марка Эйкопа Тинторетта. 1562-1566 года. Холст масла 397 на 315. Под вспышками молний вся архитектура площади становится фантастическим видением и превращается из ведуты с архитектурным обликом площади Сан-Марк, соучастника трагических событий. В этом зрелом произведении Тинторетта ознаменовался новый и важный этап венецианского искусства. Живописное мастерство, совершенное умение строить перспективные планы, неожиданные ракурсы, создавать живую среду, показывать дыхание пространства в унисон человеческому соединилось с интенсивным поиском сущных и символических форм света. И здесь при всей зрелищности Тинтореттовских композиций возникает антитеатральный, антидекорационный эффект, всегда предполагающий долю отстранения, захватывающий ощущение присутствия грозных сил, божественной стихии. Именно оно вносит в образный язык художника новое содержание, преобразующее миф Венеции, наполняя его драматизмом, который отражает роковые перемены к судьбе города и государства. Обращает на себя внимание изображение верблюда. Оно сделано натурально, что резко отличает это животное от его собратьев на картинах старшего поколения венецианского возрождения. Здесь верблюд вовсе не кажется перечисленным атрибутом для создания восточного антуража. Ракурс, поворот его головы, передает общую взволнованность, пронизывающую беспокойными токами всю композицию. В истории мученистого Марка, рассказанного в золотой легенде Якова Ворогинского, повествуется о том, что евангелист был схвачен язычниками в день Пасхи, во время праздничной мессы. Затем волоком протащен на веревку с затянутой ушей через весь город и заточен в темницу, где ночью страдальцу явился Христос, который после приветствия его утешил. На следующее утро пытка продолжалась до последнего вздоха святого. Палачи намеривались сжечь растерзанное тело, но внезапно разразилась буря. Град рассеял толпу и христиане смогли унести погибшего за веру пастрия, чтобы похоронить его. Ну, вот такое описание нашел в интернете. Текст по книге Великий музей мира. Похищение тела Святого Марка, автор Екопа Тинторетто, 1566 год. Пока-пока, до свидания.